Всем привет, это Е1 и мы сейчас находимся у Уральца, где уже 3 сентября автомобилист проведет свой первый матч нового сезона. Сейчас весь хоккейный клуб находится в Рефтинском на сборах. Мы сейчас тоже поедем туда, поговорим с новичками команды, посмотрим, как команда готовится к новому сезону, поговорим с тренерами и покажем все это вам. Полтора часа в дороге и мы в Рефтинском, позади меня ледовая арена, на которой тренируется хоккейный клуб Автомобилист. Мы сейчас пойдем туда и увидим мы что? Мы увидим тренировку основной команды хоккейного клуба Автомобилист. Вообще команда сейчас разделена на две группы. Первая группа будет тренироваться на льду, вторая группа будет тренироваться на футбольном поле, будет заниматься физической подготовкой, а затем они друг с другом поменяются местами. Я думаю, что мы сейчас все это увидим. Мы увидим и лед, и землю и погнали смотреть, чтобы ничего не пропустить, потому что разминку мы уже пропустили. Ну, мы чуть-чуть долго ехали. Чуть-чуть не успели, но покажем все остальное. Как идет процесс тренировки, подготовки? Все очень хорошо. Ребята сейчас был выходной, ребята отдохнули. Сейчас с настроением, с хорошим. Новый микроцикл. У нас сейчас группа на земле, сейчас вторая группа будет на льду, так что я думаю, вы сами можете увидеть. Мы за этим и приехали из Екатеринбурга, чтобы все это увидеть. Ждем, когда ребята начнут входить на лед. Пока только вратари. Да, где-то минут через 20 ребята будут входить на лед. Ждем. Вы вернулись в команду, она изменилась за то время, что вас не было? То есть, понятное дело, что появились новые игроки, но в целом командный дух остался. Есть какой-то он особенный в Екатеринбургской? Ну, все равно, наверное, игры больше покажут, какой дух команды. Да, так команда принципиально сказали, что изменилась. И новые игроки, да, больше. Посмотрим, какой дух будет, наверное, в процессе работы. Этот дух будет расти, надеюсь. Вместе с вами пришли к нам снова игроки из Сибири. Это совпадение? Или вы тоже немножко лоббировали, что вот эти вот игроки должны быть? Ну, я думаю, это, наверное, совпадение какое-то определенное. То, что давно хотели, да, вернуть игруки, наслышал. И рассмотрел Билла и Романцева. В течение сезона предлагали обмен даже, но я знаю об этом. Когда вы ушли в Сибирь и встретились с цепномобилистом в плей-офф, разнесли, откровенно говоря. Какие ощущения были противоборствовать с командой и вот теперь снова в нее вернуться? В спорте это вот... Нет никакой ревности? Да, в принципе, ревности нет. Это работа каждого человека. Не сказать, что там кто-то кого-то разнес, тяжелые игры были. Это, наверное, все история уже, наверное, на сегодняшний днем жить и идти дальше. Какие у вас ожидания от предстоящего турнира в Сочи? Ну, прежде всего, это подготовка, наверное, чтобы команда готовится. Все равно под нагрузкой для ребят. Посмотреть, как ребят именно под нагрузкой играют в хоккей. Как они сейчас справляются здесь? Тяжело им приходится или все максимально готовы? Ну, пока все равно не было так запредельных нагрузок. Было все равно втягивающий такой цикл. И в дальнейшем, думаю, что будет потяжлее. Мы будем ждать побед. И хочется, чтобы не было ограничений. Вы наверняка знаете, что у нас 500 человек. Сейчас мы на мероприятиях массовых. И при пустых трибунах не хочется играть? Не хочется играть. Все это хоккей для людей, для болельщиков. Очень приятно играть, когда полный стадион. И когда пустые стадионы, эмоции не те. Не тот хоккейцы. Да, согласна. В Екатеринбурге безумная поддержка. Когда людей пускают на трибуны, будем рассчитывать, что в этом году всех пустят. И все пройдет с большим количеством зрителей. И автомобиль из счастлива покажет. Спасибо вам большое. Мы тоже надеемся, что будет полный трибуны. И ради болельщиков будет. Это спорт, да, это хоккей. Любой для болельщиков. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. На каждом из хоккеистов установлены специальные датчики, которые в режиме онлайн отслеживают их самые важные жизненные параметры. Все это отображается вот здесь и подсвечивается цветами. То есть, если кто-то выходит в красную зону, значит, это уже опасненько. То есть, приборы фиксируют, до какого уровня доходит пульс у хоккеиста и как быстро он приходит в норму. То есть, тут у нас спунер и Василевский немножечко перегрузились, судя по датчикам. Это уже второй для Вас сезон в Автомобилисте. И сейчас проще находить общий язык с командой, проводить пресезонную подготовку, чем это было год назад, когда вы только приехали в Россию. Это ваша вторая сезон в КХЛ. И для вас легче работать с этим командой? Да, легче легче. Ветерарные ребята знают, что ожидать. Я знаю, что я прощаюсь в Лиге. Конечно, путешествие и все изменения в Лиге. Мы пошли от 60 до 56, потому что в Олимпийской паузы. И некоторые команды идут до 26 метров. И все, конечно, намного проще. Я знаю, что ожидать от команды. Я знаю больше о Лиге. Я знаю больше о путешествиях. Я был готов к тому, что календарь изменился. 60 игр. Мы теперь будем играть 56 из-за паузы на Олимпийские игры. Я знаю, что команды некоторые перешли на более маленький размер площадки. И, конечно, намного проще, когда ты уже знаком с Лигой. Знаешь, куда ты приезжаешь и с чем тебе предстоит работать. Прошлый сезон, его концовка были напряженными. И много критики поступало в адрес клуба. В целом, вы успели отпустить эту ситуацию, отдохнуть. И с новыми силами готовы к новому сезону, новому бою. Какие планы вообще? Было много критиков в конце сезона. Много плохого. У вас есть время в этом сезоне, чтобы не думать о ней? Нет, когда вы не победите, будут критики. И когда у вас не есть, кто любит, то люди будут вверхознеть. Поэтому мы надеемся, что критика будет прекратить. Когда ты не побеждаешь, всегда будет критика, всегда будут какие-то разговоры. Поэтому наша задача провести хороший сезон, более успешный, чем первый. Для того, чтобы не было таких разговоров в этом сезоне. Пока не поставлено руководством клуба задача на конкретный сезон? Не было еще обсуждений. Как тренировка, как? Остались силы еще? Все отлично. Почему кто-то едет на машине, а кто-то идет пешком? У кого сила есть, тот пешком. У вас есть. Кто-то лентяй, а кто-то... Вон, смотрите, лентяи едут. Снимайте лентяй. У них подзабились ноги. Лентяи! А здесь, в Ревсинском, вообще есть чем заниматься? Или у вас, кроме тренировок, ни на что больше всего не остается. Мне говорили, что тут где-то рыбачить можно не переходит. Ну, кто-то рыбачит, да. Там озера есть. Неплохое вроде. Пацаны рыбачат. Самочувствие. А так... Стреки работал тут так, и проводится в свободное время. Поужинал, и все. Костик на кровать кинул, и все. Доволен. У вас же подъем часов в 6. Я видела, что у вас в 7.30, там только уже завтрак. 7, нет. 7, завтрак. Ну, это уже... Смотря на сколько тренировок поставят. У нас же по группам. Кто-то раньше, кто-то позже. На следующий день меняется. Ну, все равно. Это очень жесткий режим. Я... Мне очень нравится хоккей, но я сочувствую вам, что вам приходится столько сил в это вкладывать. Спасибо вам большое. После тренировки на льду хоккеисты переходят на землю. То есть, это тренировки в зале. Сейчас они тягают железо в небольшом зале, и там слишком много мужиков. Я туда не пойду, а ты, Макс, иди, а потом мне покажешь, что ты там наснимал. Сейчас ребята качают железо. Тянут. Понимаю. Так, вообще, молодчики. Видели, какие конставчики? Смотрите, какие не ходят. Да вообще, я стесняюсь заходить, они меня смущают. Вон, Степа и Степа. Вон, смотрите, Степа, что дело. Смотрите, он. Кто самый сильный в автомобилисте? Команда сильная, не кто-то сильный. Ну, а если сейчас поднимают штанги, кто поднимает самый больший вес? Команда. Ну, это так не работает. Как не работает? Ну, они же сейчас поднимают каждой по отдельности. Ну, каждый поднимает, кто больше, сколько меньше. Но я не скажу фамилии, потому что нам нужно, чтобы они все сильные были. Поэтому команда в общей массе, в общей сумме наберет. Сегодня тренировку примерно где-то, наверное, каждый поднимет, я думаю, где-то, наверное, по 12 тонн поднимет, наверное. Звучит как-то невозможно. Ну, ладно, спасибо. Спасибо. Как ощущения после тренировки? Как ощущения после тренировки? Я чувствую себя хорошо. Сегодня был немного легкий день. 45 минуты скейт, и просто немного лев. Это действительно хорошо. Да, очень хорошо чувствую. Сегодня был такой день полегче, всего 45 минуты льда, поэтому прекрасно себя чувствую. Как вообще процесс вливания в команду? Дошли уже общий язык с всеми? Как чувствую себя в твоей команде? Как вы говорите с командами? Да, это было хорошо. Я был здесь за неделю, и все очень хорошо. Я рад, чтобы начать сезон. Это будет весело. Все очень хорошо. Все были безумно добры, доброжелательны ко мне, поэтому, думаю, жду уже с нетерпением сезона, хорошо втягиваются. Мне всегда у легионеров прежде всего интересно, как происходит процесс коммуникации, потому что, мне кажется, не все все-таки хорошо достаточно знают английский. Сложнее или? Я хочу узнать, как вы коммуникаете с другими людьми, которые не говорили в английском? Я пытаюсь говорить немножко русский, если я могу. Я не знаю, много русских, но я попробую свое best. И если я хочу поговорить с человеком, я просто возьму один из русских, который может говорить английский. И если я хочу, я хочу спросить какую-то вопрос. Я стараюсь говорить по-русски. Я не очень хорошо владею, но стараюсь максимально использовать те слова, которые знаю. А если мне нужно с кем-то поговорить, то я стараюсь найти русскоязычных ребят, которые владеют английским и могут мне помочь перевести. Вы приехали, у нас тут безумная жара. Это необычная для Екатеринбурга погода. Как вам в такой же тренироваться и вообще жить? Это необычная жара для нашей страны, для Европы. Это очень тяжело. Как вы чувствуете в этом тяжелом жаре? Я был в Майами за три недели и там было 35, и в городе, в которой я живу, в сутки, может быть, до 40 градусов. Это очень красиво. Это примерно 25-26. Это лучший жаре, который можно получить. для меня. А, да? Да. Я три недели был в Майами, где было 35, а я родом из города, в котором температура летом доходит до 40, поэтому я прекрасно здесь чувствую. И, насколько я понимаю, 26-27 градусов это нормальная погода и мне будет максимально комфортно. Ну, тогда я вам немного сочувствую, когда вы встретитесь с нашей уральской зимой, потому что это экстремально холодная температура до минуса 30. Я был здесь в прошлом году, когда было очень холодно, где-то в минус 40, но, в принципе, в Канаде тоже низкие температуры, по минус 35. Очень похоже. Погода зимой, много снега, низкие температуры, но я купил себе большой-большой пуховик и я думаю, что все будет хорошо. Как вы проводите свои дни здесь, когда у вас свободное время после тренировок? Кто-то говорит, что они сразу же сейчас после обеда пойдут спать. Чем вы занимаетесь и по вечерам стоите время у себя? Как вы проводите свои дни здесь? После практики здесь, кто-то говорит, что они будут спать после ланча. Что вы делаете? Слеп. Я обычно ходу, я съеду, смотрю фильмы. Мы работаем два-три раза в день, поэтому обычно когда я могу отдохнуть, это обычно, что я пытаюсь делать. Слеп, смотрю фильмы, повторю. Да, практически. Также, кушаю, смотрю фильмы, мы тренируемся достаточно много, по 2-3 тренировки в день, поэтому сил не так много. Вот, пострял кино, поспал, покушал и все. Да, я не буду больше отвлекать, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Живут хоккеисты в санатории-профилактории «Уральские зори». Находится он примерно в 10-15 минутах ходьбы от мест, где проходят тренировки, поэтому все, наверное, компактно и удобно. Выглядит, конечно, не как лакшери отель, не к такому, наверное, привыкли наши хоккеисты, особенно легионеры, которых у нас довольно много, но зато природа, зато красивый вид. Спортсмены второй год, сборы проходят. Но они весь профилакторий заняли, как мне уже сказали. На сегодняшний день, да, полностью. Устраивают шумные вечеринки? Ни в коем случае. Никого посторонних не водят, все прилично? Нет, конечно. Только, получается, по направлению, так сказать, рефт-арена у них. Ну, вот, Олимп стадион, на котором у них полевые иринеров. И отдых у нас, восстановление сил. Питаются они тоже здесь, то есть все в одном месте? Да, у нас, получается, здание находится единое, вместе со столовой и с рестораном. То есть все полностью питание здесь. Сами все производим. А как они? Не требовательные? Не просят чего-то, чего у вас нет? Нет, все, что мы на первоначальном этапе обсудили, все их пожелания, требования, то есть сверхъестественного ничего не требуется. А что, расскажите, что они просили на первоначальном этапе? Какие обсуждались моменты премьера того, что им должно быть где жить, спать и что есть? Ну, питание. То есть все, что связано питание, у них своеобразное, потому что тратят много энергии, надо силы пополнять. То есть, ну, тоже все в рамках разумного. За десятерых и ест. Ну, по питанию, так сказать, кто сколько энергии тратит, тот столько и ест. В принципе, все мужчины взрослые, крупные, здесь, как говорится, питаться надо правильно. Ну, мы заглянем, обязательно посмотрим, чем питаются хоккеисты, потому что интересно. Вы сами смотрите хоккей или вы больше по футболу? Я сами смотрю, и ребенок у меня играет, он вратарь, 2008 год, то есть мы болельщики, мы болельщики автомобилиста обязательно. Давайте, кто ваш любимый игрок в автомобилисте? Якуб Коварш, то есть мы за ним наблюдаем, так как у нас, я говорю, старший сын вратарь и прям смотрим, смотрим хоккей. Успели уже взять автограф, пользуясь возможностью? Нет, нет, никому не подходил, потому что у спортсменов плотный график, стараемся не отвлекать. Когда процесс тренировок, тренировок пройдет, то есть они нам дарят и майку, и автографы, то есть они нас не оставляют без внимания. Вот, собственно, и все. Мы посмотрели, как в Ревтинском хоккейный клуб автомобилист тренируется, живет и даже как и чем питается. В августе команду ждет сочинский турнир, новый сезон КХЛ автомобилист начнет 3 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok